Так, не будем спешить. Всем привет, вы извините. Я буду говорить на русском языке. Я из прекрасного города Харьков. Мы здесь в большинстве случаев русскоговорящие. Поэтому, так, мы видно, разговариваем на Крымском море. Але еще в военачу у меня агитный суржик, тому я повернусь на российское. Все же, тема сегодняшнего нашего доклада, да, извините, представлюсь. Да, я недавно вступил в такую великолепную компанию, как Critical Services. Это Core Team, направление, которое занимается очень странными и интересными проектами разной степени сложности, как внутренние биосишки, так и внешние какие-нибудь горящие проекты. Иногда ее называют, ребята, как команда ада. Это все безумно интересно. Мне только предстоит еще с этим всем познакомиться. И вот меня с таким легким боевым крещением сразу попросили выступить. С докладом, который уже, он был озвучен в мае на Харьковском митапе, DevOps-митапе. И он вызвал много такой, скажем так, очень бурную реакцию у публики, обсуждение. Многим это понравилось, поскольку это довольно не техническая часть, а вообще софтскиловая. И об этом почему-то никто не говорит, к сожалению. Именно это меня всегда задевало. У меня это всегда тема, она почему-то казалась всем табу. Все такие, да ладно, что уж там, везде все по-разному. Но нет, не по-разному. И какой-то общий паттерн работы с командой наших коллег, то, кого называют DevOps-ами, к этому тоже еще вернемся, она всегда была такой очень скользкой и для меня больной. И поэтому решил ее озвучить. Формат этого доклада, на самом деле, готовился к IT-толку. И буду рад, что если вы еще тоже поучаствуете, поделитесь своим опытом, мнениями, и мы еще это все обсудим, еще раз пересмотрим все слайды и так далее. Вернусь к теме. Называется она DevOps-антимейтс. Or like a fish needs a bicycle. Когда я в Google вбил «Зачем Казебаян», я получил именно эту фразу. Она действительно как раз объясняет тот момент, что мало кто вообще понимает, что такое DevOps и что с ним делать. К сожалению, это даже я встречал среди ребят, которые занимали позицию того самого DevOps-инженера, назовем это так. И тоже всегда с этим возникали вопросы, что мы делаем вообще, что должны получить на выходе, и для чего вот это вот все. Поэтому давайте как бы сюда вернемся. Вот, не сработало, вторая попытка. Вернемся к тому, что когда мы представим такой умнительный проект, которым просто есть сложившаяся ситуация какая-нибудь, там у них есть проблемы, и есть разные команды, команды людей. Вы приходите там к кому-нибудь и говорите, «Привет, я DevOps». Они такие, «О, а кто ты?» «Ну, а ты как думаешь?» И вот он говорит что-нибудь, то, что вы видите на экране. Сколько раз я в разных там средах, в которых общался, там и разработчиков, и среди PM-ов, спрашивал, что в вашем понимании DevOps, я всегда слышал абсолютно разные, иногда вообще просто диаметрально разные мнения, и ни разу, в принципе, из того, что есть у меня в голове представление то, чем мы занимаемся, оно, в принципе, не пересекалось. Иногда косвенно. Но такое. Поэтому всегда мы увидим какие-нибудь проблемы непонятные, и все думают, что, конечно, DevOps, это магический парень, который именно это и закроет. То есть у нас всегда есть уже изначально, из того, когда мы входим в проект, какое-то недопонимание. Они уже, то есть люди ждут нас чего-то, чего, по сути, мы не можем им дать. Это нехорошо. И поэтому тоже с этим нужно будет как-то работать и что-то с этим делать. Проблема еще также заключается, таится в том, что никаких паттернов изначальных, каким должен быть DevOps, по сути, нигде не озвучено. Вы можете читать много разных статей, и они будут, в принципе, чем-то одном, похожим, что это, конечно, и программист, и Ops, и QA, и, там, не знаю, если нет лук на где привязать, а то еще и подметает, когда ходит в коридоре. То есть все на свете. Но на самом деле нет. Это методология, это процессы. И какие они? Они на самом деле тоже об этом все спорят, говорят, и до конца это еще тоже ученым неизвестно. Обсудим таких членов команды, которые в большинстве случаев приходят в проект, и там есть разработчики, там есть тим-лиды, тех-лиды, и, в принципе, просто так старшие люди над разработчиками, назовем это так. Нам, в принципе, как мы понимаем, не особо важно, кто там как называется, и что он делает. На самом деле нам важно, какую часть задач он выполняет в проекте, и что с этим, как мы можем помочь. QA. Мануальные, автомейшнные. Также Ops-секюрники, ребята, которые там обычно где-нибудь находятся в дата-центрах, мы их никогда не видим. Они там выполняют свою львиную часть работы, но, тем не менее, они вроде бы и есть, и нет одновременно, и все равно с ними контактировать приходится. Поскольку там говорят, что вот там типа Ops-less, типа вот клауд, пожалуйста, вам не нужен сис-админ, но все равно мы понимаем, что клауды крутятся на серверах, и там сидят сис-админы. И когда случаются проблемы с клаудом, мы идем к ним, поэтому тоже с ними контактировать нам придется. PM-ы. Ну, тут все, в принципе, просто. Если PM никогда не работал с DevOps-ом, как бы, и не знает, что с ним делать, то тоже ему стоит, как бы, немножко, как бы, там, моменты недоговоренности каких-то убрать. Вот. И, конечно же, стейкхолдеры. И, в принципе, назовем их так, все, кто главнее PM-а со стороны заказчика. Если есть команды разработчиков, со стороны заказчика, возможно, из другой страны какой-нибудь такой, где-нибудь возле Индии, неважно. Это все уже команды, которым мы помогаем налаживать процессы. Мы любым командам делаем какой-то ряд услуг, которые им помогают. Вот. Именно посмотрим на них более детально. Да. Где архитектор? В проекте, в котором уже присутствует архитектор, есть какой-то паттерн. Есть какая-нибудь уже структура, уже есть организация, есть какие-то процессы между собой. Я побывал в нескольких проектах, где этого не было вообще. То есть, последний мой проект, он вообще был даже не софтверный, он был хардверный. Они сначала разрабатывали всякие электронные девайсы, которые собирали кучу метрик. Они потом грузились в базу. Из базы потом Excel это все выгружалось. Менеджеры, наконец-то, поняли, что это долго и обратились кому-то там со стороны аутсорса сделать нам там модуль. Они сделали им модуль. Модуль сказали, это вот что мы хотим. Да, мы можем. На чем вы хотите? Они говорят, а мы не знаем. На чем вам удобнее сделать? Они говорят, ну мы знаем хирорку и сделали на хирорку. Другие ребята потом пришли тоже, они обратились с другим ребятам, с другим модулем. Сделайте что-нибудь. Они говорят, ну мы можем где-нибудь сделать в AWS'е. Сделали в AWS'е. И в итоге таким кустарным образом проект оброс модулями, и, конечно же, это все работало, ну, в принципе, вы догадываетесь, как. И тогда они уже поняли, что нужен волшебный какой-нибудь парень по имени DevOps, который что-нибудь с этим может делать. И тогда уже вписалась компания SoftSurf, и мы на это все смотрели. Вот. Поэтому в нашем случае мы посмотрим как раз на самые ужасные кейсы, когда никакой структуры нет, никакого паттерна нет, ничего, в принципе, нет, и нам придется в это все вливаться. Проблемы. Проблемы, на самом деле, у всех очень даже стандартные. То есть ничего не контролируется. Вы знаете, что как правило, проекты, в которых к нам заходят, если там все было очень печально, то по best practices у них нет мониторинга. Про аллерг-то вообще промолчим. Они же из мониторинга идут, поэтому тоже их нет. Процессы кто за что отвечает, то где там разбирается. Их тоже на самом деле бывает, что и нет. Они просто знают какой-нибудь контакт-поинт, который не всегда еще в онлайне, и на связь у них выходит. И вот это вот все работает. То есть у нас все горит, все ломается оперически. Сутки даунтайма это вообще не вопрос. То есть из автоматизации, даже если у них там что-то есть на АВСе, то как выяснилось, из CloudFormation, из тех темплитов, которые у них были, окружение не поднимается. То есть после поднятия того, что там есть, оказалось, нужно еще сделать ряд манипуляций ручками, и тогда она начинает работать. Ну вот, в принципе, стандартная довольно такая ситуация, которая встречается на проектах, и я думаю, я, наверное, никого не удивил. Вот. Какие проблемы с людьми с DevOps? Мы приходим такие, смотрим на весь кошмар, и говорим такие, вот, нужно что-то менять. Они говорят, как? Это что, новое? Это новая, там, тула? Это новая программа? Или там ребята пишут, ну, это уже там какую-то там очень такую нестандартную тулу, и работают в разных IDE-шках с разными там настройками, которые начинают в коде проблему делать. Ну, в общем, такие моменты. А когда мы начинаем говорить о каких-нибудь там configuration менеджерах, тоже начинаются там вопросы, а как, а где, что. То есть, и в итоге они боятся всего нового, это действительно правда. Они не любят, особенно стейкхолдеры, когда слышат, что им нужно будет штат либо переобучать, либо менять людей, которые будут понимать новые там какие-нибудь инструменты. Они тоже понимают, они это все считают деньгами. К этому тоже сейчас мы придем. И они это все боятся. Новые процессы. То есть, теперь не как обычно, что пушнул в мастер, и все великолепно, все заработало. Теперь придется соблюдать там какие-то правила. А теперь нужно все будет немножко медленнее, как ему кажется. То есть, и это проходил тоже после того, как мы внедрили ся, который автоматически билдал, давал репорты. А ребята говорили, да нет, это все медленно. Раньше сам сбилдал, сам все закинул там на environment, ctrl-c, ctrl-v. И все было великолепно. А ты вот на выдумывал чепуху, приходится ее ждать, смотреть там отчеты, какие-то репорты. А когда, ну, они казалось, что любили там что-нибудь не сбилдать и закоммитить, еще что-нибудь, когда это все дело начало пресекаться благодаря CI, то как бы они потом заметили, что по спринтам они успели больше, чем они делали вручную. То есть, эти все процессы, это потом следствие, когда они увидят. Но это тоже потом. правила. Ну, правила, я сейчас, в принципе, сказал, что нужно соблюдать правила какие-нибудь, но этого всего они очень не любят. Тимлиды, это ребята, которые думают не только о себе, о команде, ну, как нам всем говорят. И они должны думать о своей команде, соответственно. Ну, они, в принципе, все говорят такие, вот, у меня там жалобы. Если вы хотите что-нибудь протолкнуть, какое-нибудь решение, прямо признаюсь, это все делается через темлида, и это успешнее всего делается через кого-нибудь главного, кто там за команду отвечает. Если вы будете таргетировано подходить к какому-нибудь из разработчиков, вы будете слышать великолепное, очень ценное мнение, которое вам безумно будет очень важно и интересно, и, конечно же, результата вы не получите, он все равно останется при своем. Переубедить разработчика, это, честно говоря, как в флетке с тиграми, очень такой хороший челлендж. Поэтому мы переубеждаем одного человека, темлида, а он говорит просто всем, как мы работаем дальше. И это уже не ваша проблема, что там будет дальше твориться. То есть, доказать, зачем это нужно, и нужно показать, что все-таки будем работать по-другому. И обычно это приводит к успеху, когда аргументы сильные. И приводим еще на примере какие-нибудь удобства, и вообще классно. Заходит на ура. Как правило, еще вернусь, скажу, темлиды техлиды, это ребята, которые уже в жизни повидали некие такие странные проекты, и они уже соглашаются с какими-нибудь новыми вещами, которые пытаются улучшить их жизнь и жизнь команды. Поэтому они тоже охотно идут на контакт. Тестеры. Об этих ребятах обычно все забывают. Это видео неоднократно, когда тестерам просто так уж тестируют, что-то и дальше делаете. Все занимаются своими вещами, начинают обсуждать код, еще что-нибудь. Но тем не менее, им на самом деле нужно окружение, на которых они тестируют. И об этих окружениях тоже забывают, когда конфигурационный менеджер работает по-разному для окружения. Почему-то. Когда environment не соответствуют друг другу. Тоже почему-то. То есть, ну, это же как бы best practices, best practices. Вот. И все это дело, конечно, очень утомляет их. Они делают, ищут ошибку на одном окружении. Из-за разности каких-нибудь настроек того же там веб-сервера, они находят ошибки уже на продакшене. То есть, проверяют у себя на окружении, а там этой ошибки нету, на продакшене есть. Ну, великолепно. То есть, нормальный рабочий процесс для тестера, чтобы он захотел уйти в другую компанию. То есть, и плюс еще эталонное окружение. Когда мы говорим, что, допустим, из контейнера можно поднять окружение, и потом с имиджа еще раз поднять, и оно будет всегда одинаковое, там не будет никаких кэшей, ничего остального, они говорят, да вы не представляете, сколько проблем, мы решимся за раз. То есть, такие вещи я тоже видел. Это, возможно, не для каждого проекта, не для каждого тестера это хороший вариант. Иногда им нужно, наоборот, даже что, отобразить старый какой-нибудь кэш, в котором была проблема. Ну, я там такие странные случаи встречал, они есть, о них тоже стоит помнить. Но, тем не менее, одна лишь опция, что они могут всегда получать, эталонное окружение, это очень полезно для них. И они этому безумно рады. Тоже можем сказать, ребята, а теперь мы вам сделаем что-нибудь из контейнера, и всегда он будет соответствовать проду. Они такие, ура, классно, наконец-то, и такое все. Опсы. Они нас не любят. В принципе, как и всех разработчиков. Для них что нужно? Какому-нибудь сисадмину где-нибудь на AWS? Сервер пингуется. Там правила работают. Firewall отрабатывает. Какие настройки, я не знаю. Это ваши настройки. Но оно все работает, все замечательно. То есть, я больше, в принципе, ничего знать не хочу. Про security audit. Ну, на том примере, о котором рассказал, как у них все росло, я думаю, даже говорить не стоит. То есть, конфиги, захаркоданные с паролями в GT, это вообще, по-моему, базовый, исходный вариант для любого проекта. То есть, таких вещей, их настолько много, что об этом даже иногда, ну, иногда уже люди даже не говорят. Это по умолчанию, что там все очень нехорошо. И в зависимости от требований самого заказчика, вы же понимаете, что как заказали, так и сделали. И так всегда. И все, что просили потом с этим делать, то есть не было мейнтенненса нормального, то значит все. Значит, мы получаем на выходе очень великолепную какую-нибудь ситуацию. И когда нам вопрос поднимется контакта с апсами или security team, то, допустим, там сделайте какой-нибудь аудит, чтобы получить там сертификат о том, что продукт там безопасный, что в нем можно хранить банковские карточки или еще какую-нибудь там sensitive data, то такой сертификат получить, это превращается просто в ужас для менеджеров, потому что аудит проходит один раз и стоит денег. И они всего лишь говорят, что вот вам список проблем, там какой-нибудь от потолка до пола, уберете их и мы вам дадим сертификат. А так нет, до следующей встречи. Следующая встреча стоит точно такую же сумму для аудита. И убирать ее придется и на команде разработчиков вместе с нами и со всеми другими. Вот. Это очень больно, это очень проблемно. И где-то все для всех это, когда слышат, что нас ждет очередной аудит, все сразу нервничают. Вот. Поэтому эти проблемы тоже есть и нам контактировать с ними нужно и тоже придется это обсуждать. И все стартует именно из-за недопонимания изначально, что мы должны делать и что с этим всем бывает. PM. Они хотят контролировать процесс. Вы все прекрасно знаете, что когда везде полностью сборная солянка и нам нужно полностью там из 20 шаурмы собрать четвероногого друга, то это всегда изначально выглядит как бардак. И всегда какие-то процессы. Мы, конечно, начинаем говорить какие-нибудь эфемерные там слова. Типа, что вот мы сейчас работаем здесь пока неизвестно, на каком небе. Эстимейтов мы назвать в принципе не можем. Поэтому они очень как бы так тоже настороженно первое время на это все смотрят и стараются нам доверять. Все происходит иногда быстро, все иногда происходит болезненно. Все равно бывает, что окружение не заводится. Все равно бывает, что команда залочена. От этого PM прилетает со стороны заказчика и, соответственно, он уже не очень добрый. Но первую волну, когда мы делаем какие-нибудь очень серьезные изменения, получает на себя, берет именно PM. Поэтому любите его, дружите с ним и да поможет вам кто-нибудь еще. Проблема, которая обычно что происходит, что двигается куда, что вообще мы меняем, носок это все болезненно и давайте это все все-таки сдерживать какой-то УЗД и контролировать. Это вот в принципе какие проблемы вообще у нас с PM. Стейкхолдеры. На самом деле, если он видит проблему и он хочет ее менять и говорит, ребята, вот вам карт-бланш. Не сюда, конечно, к сожалению. Но тем не менее, в большинстве случаев они уже настроены на диалог. Если они нас берут, они платят деньги за нашу услугу, то они хотят решение, которое тут же и сделать. Одно но. Они все равно считают деньги. Нужно тоже понимать. Если сейчас мы создадим параллельно полностью несколько окружений, которые начнут вдвое-втрое больше выедать их в карман, то они тоже будут нервничать. И некоторые вещи в этом вопросе нужно озвучивать. Какой у нас лимит и так далее. Зачем мы это делаем? Сколько мы сэкономим? На самом деле, если с ним говорить на языке денег и говорить, что мы потом в будущем, когда все приведем в порядок, мы сэкономим много времени, много ресурсов, времени разработки, времени там, допустим, сделаем аудит по ресурсам, настроим все в скейлабл, чтобы насколько нужно, столько мы берем. Когда мы просто приведем пример на цифрах, типа вот что будет. Они такие вау, круто, все классно. Но смотрите, что blue green дорогой, например, и что если мы пойдем, что рядышком поднимаем все еще раз сбоку, это тоже стоит денег. Это будет поначалу больно. Но как бы красота требует жертв. Поэтому тоже смиритесь. И узнаем, что нам скажут о ней. Расслабимся немножко. Цитаты. Цитаты, которые я встречал при моей работе, которые меня удивляли. После внедрения Continuous Integration один из разработчиков сказал, а зачем вся эта громадина? Скриптом не проще ли бы было? В принципе, конечно, не поспоришь. Под капотом везде скрипт. Но в то же время разработчики их свой. Видимо, Vision такой. Видимо, он один из тех, кто даже в фреймворке бы сам писал с нуля себе. То есть, ну как бы так бывает. Окей. Ну, парня объяснил. Не доказал, конечно. Но неважно. Следующий. Git-стратегия. Согласен. Все круто. Но можно еще отдельный бренч, из которого когда код будет автоматом деплоиться на продакшн. То есть, они раньше работали GitPool на прот. Вот. Поэтому такой вопрос был как бы назван. Я ему сказал, что нет. Этот, конечно, best practice. Безусловно, он классный. Но нет, мы этого больше делать не будем. Мы теперь работаем по окружению. И с Git'а там все автоматом бегает туда. А на продакшн только мануально деплоим. Вот. Вот это самая больная моя фраза. В нее все ваши доводы разбиваются просто в дребезги. Вы, допустим, проталкиваете какой-то классный solution. Все классно. Вы говорите, вот, но там нужно перестать что-то делать. Вот то, что вы сейчас делаете. Каменное лицо. Никакой мимики, ничего. Он поворачивает, а мы так делаем. И да нет, ну как бы, вот же смотрите. Классно, круто, стильно, модно, молодежно. А мы так делаем. И нужно 10 раз, 15 раз ему доказывать постоянно об эту фразу. Мы так делаем. Я толку очень ломал эти стены. Но в итоге, когда плюсов, которые мы получим после, когда мы откажемся от фразы, мы так делаем, становится больше. Чаша весов переменяется и все дальше двигается намного лучше. Но тем не менее, я думаю, что каждый из вас с таким сталкивался и вы слышали эту фразу тоже. Это тоже один из разработчиков сказал. На проде дебажить удобнее, но бизнес не отобряет. Дело в том, что я сначала думал, он прикололся, но нет. У него лицо было очень серьезное, поэтому ну вот, как бы, такой тоже best practice в работе. Ну, в принципе, я согласен. На проде действительно удобнее дебажить. Project Manager, да, это был просто именно отчаянный крик души. Я вот как считаю, если ты написал код, то вот ты должен знать, как его задеплоить. Это Project Manager очень сильно страдал, то есть у него очень долго не деплоился код. Процессы отсутствовали. В принципе, то окружение, куда они деплоили, как оно устроено работает, не особо кто и знал. Разработчикам ТЗ было не особо озвучено. Они написали, но у них заработало кое-как, и они решили это все запихнуть. И это, конечно же, почему-то странно, почему не работало. Вот. Так. Ну, в принципе, кстати, мы разобрали, отвлеклись. Что мы можем с этим всем делать и что мы должны делать? Первое, это унифицировать такой паттерн, как объяснить команде вообще, ну, настроить коммуникацию со всей командой, чтобы мы знали, кто ключевые у нас контакт-поинты, сразу тимлидов, там пообщаться с разными разработчиками, представиться, наладить общение, чтобы уже все знали, кто мы такой, что мы делаем, что мы будем там помогать им, то есть, ну, там, что-то улучшать. Конечно же, поначалу для них это все будет очень непонятно, неизвестно, но они сказали, что появился новый парень, который сейчас нам будет помогать в любых наших вопросах. Мы берем, создаем митинг и тут же говорим, ребята, DevOps – это не я, DevOps – это методология. И начинаем полностью рассказывать прелесть ее, как она работает, как классно, что вы будете понимать все процессы. То есть, до этого вы понимали, что мы коммитнули там в мастер, зашли на продакшн, сделали GitPool, потом перезапустили опачек и все, вау, все закончилось, что теперь это все заканчивается, теперь есть процессы, что оно идет сначала на QA из такого бронча, что GitFlow для этого придумали, что перед межем идет код-ревью. То есть, мы объясняем полностью, что такое рыба, голова, почему она гниет и где в нашем CICD, вообще в полностью всем этом инваре находится наша голова. Кстати, хороший вопрос. Сейчас попрошу вот такой вопросик. А где полностью в процессе CICD голова? Вот если берем от Gita до продакшна. Это вопрос студии. Кто-нибудь разметитесь, ответьте, пожалуйста, мне. Не хотите, не надо. Ну ладно, скажу, что голова это сам код в Gita. Именно весь DevOps, весь CICD сделан для того, чтобы повышать качество кода, который пишут разработчики. Вот. Именно если плохой код, у вас будет болеть QA, у вас будет болеть там Stage, UAD, что угодно. И, конечно же, очень заболеет продакшн, а потом будет нервно болеть головной болью заказчик. Ну а потом вытекающие мы. Вот. И поэтому все эти процессы делаются, чтобы мы улучшили именно качество кода. Чтобы мы смогли сделать окружение, чтобы мы смогли наладить процессы так, чтобы код всегда улучшался. Итеративный подход. То есть спринты и итерации. Итерации маленькими шажочками к далекому светлому будущему. То есть или близкому светлому будущему. Понемножку мы стараемся улучшить продукт. Это тоже нужно доносить. Видимо, ну я думаю, в нашей среде не актуально. В принципе, проводить лекцию такой DevOps, мы все прекрасно это знаем. Но, тем не менее, какой-нибудь ролик, какое-нибудь вступление нужно будет, наверное, все-таки давать всем. Ну, ладно. Это то, что нужно продавать именно всей команде. Не заказчику. Классно, конечно, мы удивим заказчика, что мы делаем. Мы ему расскажем наши responsibility. Но, тем не менее, даже команда должна понимать, что это будет и что с этим делать дальше. Сейчас, секунду. Снова не заработало. Вот. Мы должны показать, как это вообще выглядит. Что есть теперь куча инструментов, есть процесс, планирование, пишем код, билдим, тестируем по кругу, деплоим, мониторим, снимаем метрики. Если что-нибудь не так, получаем алерты. И все это заводим красиво. Все это выводится на классные дашборды. Оно подтягивается с джирой. Мы видим, как у нас процесс идет. Менеджеры наглядно видят картинку. Все такие счастливы. Вот просто. Даже уборщицы улыбаются в коридорах. Вот настолько. И все так хорошо, как должно быть. И это все реально. Это везде работает. И показываем то, что есть у них. У них очень тоже нормальный такой рабочий best practice. Пол на абсолютно разное окружение. То есть на продакшене стоит там, не знаю, какая-нибудь там очень секьюрная там CentOS. Там на стейджинге стоит Ubuntu. А девелоперы вообще работают на винде. То есть ну как бы все. Везде полный фарш. Версии не соблюдаются. То есть мы заходим банально. Ключи храним прямо на окружении. Одни на АКВ. Одни и те же. Через одного пользователя. Это обязательно полностью. Ну это все в гите через гит. Там где конечно в минске права. Зачем нам деплой ключи. Мы это все пулем. Прям на продакшен. Почему бы нет. Вот. И все это работает. И говорим, что вот в принципе как у нас работает. Мониторинг вообще не предусмотрен. То есть ну все хорошо. То есть все у нас великолепно. И объясняем чем же хорошо, когда мы будем работать по DevOps методологии. Объясняем какие плюсы мы получим. Как сколько часов сна они будут дополучать после всего этого внедрения. Сколько денег сэкономится. Сколько заказчик сможет больше тратить на наш проект. Соответственно у вас есть будет шанс выбить себе больше зарплатки. И так далее. И так далее. Не забываем, что все мы находимся на работе. Один из двигателей. Наш это деньги. То есть деньги нужно. С деньгами нужно общаться даже у вас в первую очередь с заказчиком. Потом со всеми остальными. То есть cost estimation тоже падает на DevOps методологию. Поэтому нам тоже с этим придется прикасаться неоднократно. Когда мы говорим, что это все классно. Все хорошо. Мы набрасываем очень грубый план. И говорим много раз говорим, что это грубо. Мы просто прикинули. Сколько нам нужно средств. Сколько нам нужно всего. Как мы действуем. Что идет первым. Что вторым. О какой команде мы не забываем. То есть что вот напоминаю про тестеров, что ребята вы получите окружение. Они будут у вас работать. Они будут вам удобны. То есть это все будет идти с стратегией. То есть код фриз. До код фриза идем на QA. После код фриза идем на UAD. И после конечно уже код фриза, когда он заканчивается идет релиз. Это все идет на прот. И мы это все тестируем. А фичи, которые мы уже закончили. Допустим, разработчики. В девелопмент ответку мы коммитаем. Мы берем фичи. Уже код фриз пошел. Мы фиксим только то, что и пойдет релиз. А новые фичи мы снова коммитуем к девелопам. И снова идет на QA. То есть мы не останавливаем. В итоге тестеры работают на UAD перед релизом. А девелопмент уже кидает новые фичи на QA окружение. И все это дело в связке. Все это непреживно. Это все так классно. Новые achievement и все супер. Вау. И самое то, в чему мы шли в принципе. Мы говорим, как и когда мы будем вовлекать всю команду. Плюс мы еще договариваемся о таких вещах, как демки. Мы будем показывать демочки и объяснять на каждом этапе, что мы сделали. То есть что у нас было. То есть мы берем и возвращаемся к вот этому всему. И показываем, ребята, что у нас нет. Что у нас по чуть-чуть вырисовывается. И сколько нам еще всего нужно вперед. Конечно, будут камни, будут скандалы, интриги и расследования. Конечно же, будут моменты, когда кому-то неудобно. Кто-то будет залочен какое-то время. Ну, с первого раза ничего не излетает. Вот. И все равно этот процесс будет постоянным. Все равно будут какие-то вопросы, все равно будут моменты, что вот здесь не так, здесь хотелось бы лучше, здесь от этого у нас перестало работать. То есть придется улучшать код. Конечно же, это разработчики почувствуют сразу, что если раньше они не особо обращали внимание на best practices соблюдения код-конвеншн, то, конечно, теперь это придется делать. Которые, между прочим, код-конвеншн и другие вещи тоже стоит внедрять. Это уже после GitFlow. В ту линии GitFlow сразу говорим, ребята, теперь код-конвеншн. И давайте обсуждать ваши best practices и договариваться, кто полез в самый страшный там legacy код. Есть возможность там модуль переписать, берем и переписываем. Если находим где-нибудь какую-нибудь чепуху, то мы тут же и делаем. Договариваемся с заказчиком, что нам на это понадобится время. Код-ревью занимает время. И, конечно, код-ревью это такой on-demand, когда у вас есть что поревьювать, когда у вас есть сложный кейс, который там может аффектить очень много модулей, сервисов, чего угодно, без разницы. Вот тогда мы это делаем. Когда мы верстаем там или фиксаем одну несчастную HTML страничку, конечно же, никто этого делать не будет. Только это по потребности, когда это реально целесообразно. И это повысит качество, допустим, у вас в команде есть в Gmail. То есть великолепно, на код-ревью можно показывать, как надо делать. Это очень классно, это очень круто. Для этого нужно вовлекать команду. Именно команду всю вовлекать в ваш процесс. Если вы втихаря делаете, налаживаете систему, если вы втихаря настраиваете какие-нибудь шаблоны CloudFormation и терраформе, и никто не знает, как этим пользоваться, то представьте, что через год-два вам надоел проект, вы сказали, я хочу выйти, вам говорят, спасибо, все же работает без вас, вы выходите и все. И новую фичу нужно сделать, а там какие-то там следы, остатки в конфлюенсе, как это работает, никто не понимает, как поднять другое окружение никто, в принципе, не может. Нет, это не DevOps, это антипаттерн DevOps, вообще жесткий, самый страшный, который самый распространенный. Разработчики, команда должна чувствовать вашу потерю только в отсутствие новых улучшений. Вся команда должна остаться, да, так же функционально. Это значит, что DevOps работал верно. Если команда после вашего отсутствия не понимает, что происходит, мы коммитили вот сюда, сюда я еще коммитил, а оно дальше потом ва-ва-ва, вжух-жух-жух, и оно появилось на каком-то окружении. Причем непонятно, как оно собралось, непонятно, как там туда подсунулись конфиги, откуда они взялись, какие там секрети ключи использовались там, либо что-нибудь еще там, магия какая-то, какие вещи там подтягивали зависимости. Никто этого ничего не знает. Если вы это все сделали, вы, конечно, молодец. Но если никто этого ничего не знает, то вы оставили еще одну бомбу после того, как закончили работать. И, конечно же, она очень быстро сработает. Это заметят все, когда после вас придется переделать. Знаете, что иногда проще переделать с нуля все, чем после кого-то это делать до конца. Это тот самый случай. Что делать, если команд несколько? Да, все точно так же. У вас просто несколько команд, несколько главных людей в них там, и вы также привлекаете все команды. То есть одинаково. Вы одновременно собираетесь на митинге, чтобы воровать время у них одновременно, и чтобы оно не воровало лишнее время у вас. Да, с митингами и со всем остальным тоже нужно аккуратнее, нужно по потребности стараться и максимально не мешать, и только появляться, когда у вас действительно очень интересная информация, и у вас действительно есть чем поделиться. Вот. И тогда команда будет вас любить. Если вы будете по делу и без дела их дергать, то есть это будет нехорошо. Для ребят, которые будут приходить в команду новых, разработчиков, тестеров, неважно, сессии лучше записывать. Пихать это все в конфлюенс. Да, очень классно, очень классно, пока вы настраиваете вот эту вот картинку, каждый степ, там настроили что-то, и если не дают время нам документацию, говорит, потом, потом, как обычно. То есть это в переводе никогда. То есть вы воруйте это время. Я тут нашел баг, я его должен пофиксать. И пишите документацию. Вы потом сами себя за это полюбите. Документация, наше все, без нее, ну, нам хана. И нам меньше головной боли, когда есть документация. Мы когда передаем проект, мы говорим, а вот вот все написано. Он смотрит, о, действительно, все написано, классно, спасибо большое. И заказчик, когда он говорит, а что ж вы там делаете? И мы им документацию раз. Вот, в принципе, как это делалось, как это работало, как это все вообще связано, зачем это нужно. То есть общая схема и, в принципе, как она между собой все настроена. Вот. И такие все, да, ноль вопросов, все классно. Мы в этот втягиваем программу. И в итоге подведем. То есть, чтобы у нас все работало, на самом деле нужно всего лишь такое небольшое но. Не быть прокладкой между опсами и разработчиками, а стать таким связующим клеем. В одной компании мне официально запретили употреблять такие слова, как жидкие и обтекаемые методологии. Вот, мы как раз должны быть чем-то там, как жидким или обтекаемым, которое занимает все щели, все это слепливает в одно единое, и дальше катится на продакшн. Вот. И вот именно это мы должны делать. Мы должны убирать шаблоны между одними и другими, со всеми коммуницировать, и максимально стараться, чтобы все, как минимум, понимали, что мы там настроили под капотом. Они не должны тратить время. Они должны знать, как этим пользоваться. То есть, они знают, что, а, я в DevOps закоммитал, то есть, сработал триггер, он полетел на Jenkins, в такую-то джобу, Jenkins собрал, там оттуда выдернул зависимости, подтянул, запустил тесты, тесты отработали, бросили письмо там тому-то, туда-то, или в такой-то ящик, ящик, все на всю тему там, от потребностей. То есть, всегда конфигурация абсолютно разная. Она ситуативна под именно сам проект. Конфигурация CICD, она вообще тотально, ну, есть какой-то шаблон, который мы очень любим, который, в принципе, здесь он нарисован. Но, тем не менее, что имеет право на жизнь какая-нибудь кастомная конфигурация. Если, если мы так делаем, если вы не победили эту фразу. Ну, и опять же, да, реально она просто, ну, имеет смысл. Что нам придется все уйти от паттерна и налепить что-нибудь другое. Лишь бы им было хорошо. Лишь бы дети не плакали. Разработчики работают, тестеры тестируют. Тим лиды там новые вещи, ачивменты получают. PM в воду шехлопают, процессы крутятся. И все получается. Вот. И суть моя была как раз донести тот момент, что мы перестали работать с командой. Мы уходим втихая, такие злобные гномы у себя на рудниках, которые делаем свои работы, никого не любим, и ни с кем не общаемся. И это все заканчивается тем, что после нас хоть пожар. В принципе, он обычно и есть. То есть, но это мы получаем. И идеально я вас всех призываю быть чем-то таким, который коммуницирует и всем помогает улучшить жизнь. К вам же меньше вопросов, когда они знают, что вы делаете. То есть, никто не задается, а чем занимается DevOps? То есть, мы на себя намотали кучу-кучу там всяких обязанностей, кучу там каких-то продуктов. И все. Никто больше ничего сделать не может. На самом деле, когда мы уходим все говорят, классный чувак, спасибо тебе большое. Мы теперь можем менеджить наше окружение. Мы теперь можем тестировать наш код. Мы теперь знаем, куда закоммитить новые тесты. Они сами автоматом потянутся в CI. Мы получим все равно уведомления во всех тестах. Ну и все настолько классно. Мы себе работаем, а ты нам настроил. Ты спасибо. То есть, ну, твоих импрументов пока хватает. Когда нужны будут очередные continuous improvement, вспоминаем, что это такое, они тоже будут появляться, то есть, ну, как бы к вам с вопросами, эй, чувак, сделай там еще что-нибудь хорошее. И мы это сделаем, и мы им покажем. Они снова скажут, вау, супер, мы это все задокументируем. Если не забудут, куда они снова найдут. И нас будут вспоминать только вечерами в пабах, кидая тосты. Вот. В принципе, в принципе, это весь посыл, все тянулось именно к этой фразе. Involves the team in the process. Поэтому, поэтому, я хочу с вами теперь пообщаться. У кого какие были кейсы, кто согласен с тем, что я сейчас сказал, у кого есть замечания. В том, если кто-то есть полностью, тотально, говорит, Леша, ты говоришь полную чепуху, и мы с тобой не согласны, то, пожалуйста, я очень хочу услышать, почему и как. Можно пока? Остальная аудитория не подключилась, я тебе благодарна за твою фразу про Пиэма. А какую именно? Про то, что Пиэмы тоже нужны. Я просто бывший Пиэм, и я знаю, насколько вы. Да. Ну, это боль, это боль. Да, да, да. Расстрогал до слез. А вот классная картинка. Где-то здесь сидит Пиэм, где-то здесь сидим и мы. И, как видите, мы все на веслах, и мы все гребем, и все в одну сторону. Поэтому первый, кто получает по шапке от заказчика, это Пиэм. Имейте это в виду, и будьте благодарны, что кошмарит не у вас, а Пиэма. Поэтому тоже делайте скидочку, и не стоит АПиэма злобным словом вспоминать. Наши косяки выгребают о ней. Да, в первую очередь. До нас доносятся лишь таки уже меньше шушек. Ребят, вопросы, очень хочу их услышать. Это формат этого доклада эти толки. Хочу с вами говорить. Не молчим, у нас еще много времени. 45 минут. Олексей, да, меня чути? Так, да, дуже добре. Хотел бы поцикавитись твоим досвідом конкретно. Можна на слайд вернути там, где резюме, там где пункты? Так, звісно. Ось тут. Тата, скажи будь ласка, на які, за якими інформаційними ресурсами ти слідкуєш, особисто ти, щоби, третій пункт, щоби, щоби могти to show them how your system can be. Це малось на увазі той самий пункт, коли ось ця, цей слайд. Тобто, треба розрозуміти таку інформацію, що є тули, і саме, що потрібно команді, треба підбирати, це саме тули. Тобто, якщо ми кажемо, ось, гід класний, але в них є бінарники, дуже багато. Вони, комітують бінарники. Я не люблю Subversion, але так, треба сказати, що чуваки, вам потрібен Subversion. Якщо вони працюють тільки з кодом, то гід наше все, і я сподіваюся, що всі в цьому переконані, і не треба буде щось комусь доказувати ще раз. Якщо їм потрібно збирати якісь там дуже особливі, якісь там, ну, дуже такі дивні білди, то може краще юзати якісь там скрипти для всього цього, ніж якісь там інші комбайни для всього цього. Бувають будь-які інформації. Щодо деябро до всього цього інформацію, є таке дуже класне посилання. Зараз я його знайду і з вами пошарю. Це як табличка Менделєєва, але DevOps Table. Я думаю багато хто з вас це вже бачив. Зараз-зараз вона відкривається. Я її пошарю з вами в чат. Так вона є. І ось. Ай. 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 Це я відкрию флінку. Зараз я її з вами тут відкрию теж. Щоб ви її теж бачили. Беру цю інформацію я на безлічі ресурсів. Тобто навіть від Hubra Hubru, від Do. Дуже багато якісь там тутулів я знаходив. Навіть на Stack Overflow. Я навіть не згадаю. Є чати та всякі ком'юніті, котрі хлопці там радять якийсь один одному. Ширяться якимись безпроектісами, як вони це роблять. Дуже багато каверів є такі курси. Це коли я працював в іншій компанії. У них така програма є каверейджу того, що в тебе немає. Якщо ти не працював з якими столами, вони дають тобі ментора, дають від нього завдання. Він його тільки дивиться, що я там наробив. І дають тобі завдання там столою. Тобто на тебе шеф. Якщо ти ніколи не працював з шефом, і тобі треба запровіжувати якісь там ресурси на ноди, то цією програмою ти просто кавериш собі нові скілої. Це дуже класна програма, якщо ти працював тільки з EnSible та Тераформом, то тобі дають завдання про шефу. І ти просто вже на наступного разу, коли тобі зустрінься він в іншому проєкті, ти його вже не боїшся, ти вже знаєш, як він працює. Ну і такими ось степами невеличкими ми усі вчимося. Це нормально. Кожен з нас не працював, мабуть, з 70 відсотків цією тобличкою. Тобто подивіться, яка вона прикольна. Якщо вам CI, це вам це. Якщо вам систему контролю версії, то ось на. Якщо вам там білдить щось треба, там тестувати, там ось. Для кожного всього цього є якісь майже дуже схожі, але для різних ситуацій більш-менш підходящі, якісь тули. Ось, я відповіст на запитання? Зновий? Так, так, ну от насправді я якраз цього чекав оце побачити, я дуже радий, що ти показав іменно цю таблицю. Так, а якщо ти їх скинув? Ні, ні, не скинув зараз, кидаю. Бачу ось, будь ласка. Так, дякую. Ще питання, хлопці. Повертаюся до слайдів. Це Павло. Мене шутно. Льошо, ще раз тебе знюхаю вчорашньою. Дякую. Дуже крута презентація, дуже дякую. Мені дуже зайшла. За моїх скільки чотири років працюю, як DevOps. Я поняв одну штуку, що ніхто, майже ніхто не відкривав книжку, чи просто якусь вебпейджу з ітілом. Переважності можна підчерпнути багато ситуацій і заюзати їх. І буде життя набагато краще, ніж придумувати свій велосипед. Так, я теж багато читав про ітіл, але я бачив його імплементацію тільки на одному дуже великому такому легасі проєкту. Там нічого не можна було змінити, там дуже-дуже все було. Мандаторі, кожна дія. І я просто не бачив, де це все нормально працює. Ітіл – це best practices. Якщо не помиляюсь з Англії, там дуже з великих різних корпорацій понабирали, а без спректісів склали всю цю купу і заімплементували, просто задокали як методологія, яка працює дуже класно. Але я просто не бачив, де, само сказали, в нас ітіл, і він працює. Якщо хтось бачив, якщо хтось вміє, це взагалі дуже крутий скил, якщо він вміє його імплементувати, ще відносно на великих проєктах, як 100-200 чоловік, то це дуже класний скил і робіть презентацію, я вас прошу. В розрізі того, що можна підчерпнути саме усі-сі процеси основні, тобто на прикладі того, щоб зробити щось своє, щось нормальне. Звісно, воно буде відрізнятися від ітілу оригінального, але можна поставити процеси? Ну так, взагалі відносно процесів. Вони усі, в мене як воно було? Я казав, що якщо чим менше якихось правил, то це краще. Де тут рули наші? Ну, подивимось на цьому процесі. Тобто гітфлоу. Базовий гітфлоу – це вже просто набір правил користування самим гітом і просто наш такий невеличкий конвеншн, коли ми розмовляємо, що треба робити код-рев'ю, треба хоч швиденькі все інші, що там двох-трьох за асайном, вони подивилися. Так, чувак, тут нічого брудного немає. Апруф. Тобто ми знову згадаємо про голову та рибу. Риба в нас згітій. Якщо в нас код, вибачте, лайно, то в нас біда. У нас на кожному енваренті буде щось відбуватися. Якщо ми робимо все для покращення коду і взагалі CICD для цього є, і взагалі наші паттерни і все це, воно робить… Тобто треба зрозуміти, ми не бджоли, котрі приносимо гроші. Гроші приносять тільки девелопери. Може там тільки ліди і пієми трохи. Ми усі вбиральниці. Ми персонал, котрий робимо для бджіл більш-менш таку приємну обстановку, щоб вони могли працювати краще. І тому ми використовуємо гроші в нікуди. Ми не віддаємо гроші. Гроші приносять девелопери. А потім вже від їх праці ці гроші приносять клієнти. І треба це зрозуміти. Тому вони стейк-холдери дуже уважно дивляться на скільки грошей ми витрачаємо на якийсь продукт. Ось. Тому так. І тіл, там всі інші безпректіси. Я дуже-дуже люблю все це. Але якщо дуже багато в нас така книжка розміром, там він не знає такі-такі кирпічі, то там цеглин, то тут біда. Мало хто буде її читати. Треба в'язяти потрохи. Безпректися ті, які потрібні. Та-та, я згіден. Права. Супер. Ще питання, хлопці. У нас тут багато, ми можемо спілкуватися. Час у нас ще дуже багато. Опції. Я почуваюся дуже самотньо. Ну, а може хтось там пошириться якоюсь інформацією, в кого як було на проєкті. Там може якийсь нєбудь фейл-сторі. Дуже цікаво. Як воно все не запрацювало. Чи є такі в нас. Я думаю, мають бути. Це дуже цікаво. Вчитися робити аналіз там своїх помилок. Алексій, з днем народження, на жаль, до пізнатися. О, привет, Дима. Уважаюся. Дима, ну у тебе должны бути вопросы все равно. Ми зараз обсуждали вообще, как работать с командою. И что максимально можно сделать? Как от такого прийти к вот такому? Вот твои опыты, когда это не работает, когда коммуникация с командой нарушается. Вы про команду кастомерскую говорили или свою? Всю, всю. Или девопсовскую? Не-не-не. Именно не только девопс команду, а именно как разработчики и все остальные. Дима, ты пропадаешь. Ну блин. Да, я тут. Я просто думаю, что сказать. Кейсов там много было. Да. Нет, ну все же, то что запомнилось тебя? Когда не получилось имплементировать там допс какую-нибудь методологию? Ну вообще процесса какой-нибудь? Да, вот я же тоже делал презентаж где-то в прошлом году по поводу того, что был у нас английский проект и очень старый код был на Callfusion написанный. Вот мы это все дело пытались перечисать. Там у нас архитекторы несколько раз туда летали, но по итогу... А, у нас как бы TeamSkillSet не позволил нам сделать конфетку из этого лайна. TeamSkillSet причем на стороне заказчика. Они очень не хотели что-то менять. Ну вот, пожалуйста, примерно. Заказчик не хотел менять, конечно, ничего не изменилось. Да, ничего не изменилось. Ну вначале им там нарисовали крутую схемку, даже используя там ColdFusion и старый сервис Discovery кастомную систему там, которая под капотом базы данных использовала. Вот. Но, тем не менее. Конечно, мы им там чуть-чуть улучшили. Мы им там Jenkins сделали на нормальных пайплайнах. Хотя бы этот ColdFusion код начал хоть как-то собираться, он не билдится. Собираться в пакеты, версионизироваться. И хотя бы у них получили, ну там более-менее причесали им deployment и non-staging и production. Про там DevTest я молчу. Там все печально. Вот. Ну, то есть бывает. Если кастомер тормозит этот весь процесс, то очень сложно что-то с этим сделать. Ну и как-то их мотивировать. Особенно, когда они не хотят выделять деньги на это все дело. И говорят, мы хотим все, чтобы работало круто, но бесплатно. Ну, так не бывает. Я понял. Вот снова возвращаемся к вопросу деньгам, в том, что нужно показывать, что сейчас мы положим деньги, а потом мы сэкономим. И нужно деньгами сюда разговаривать с заказчиком. Именно это, этим можно пытаться сделать. Но, как видите, когда у заказчика там бюджет 2 года вперед просписан, то вот, например, как у Димы это не взлетело. К сожалению. Ну, кто знает, какие были причины у заказчика. Опять же, он уже тратил деньги, нанимая нас. Он уже думал, что вот мы сейчас... Он вложился в нас, и мы тут магию разведем. А то, что где мы это делаем, это, ну, все равно. Конечно, на ритуалках. В Агранта, конечно. Ну, там все интересно было. Они думали, что они нам деньги заплатили, и все взлетит. Они что, не подумали, что еще оперейшн-косты потом будут, что потом надо будет какие-то тулзы доустанавливать, что потом надо будет там, ну, новую архитектуру какую-то разворачивать, да, там, новую инфраструктуру. То есть вот эти, на эти косты они не подписывались, как бы. Ну, не то, что они подписались, они не подумали. Они не думали, они не думали, что, то есть, работать будем все равно, грубо говоря, blue green. Рядом поднимаем все, что обработало, и потом мигрируем туда. То есть это вообще самый быстрый, самый дешевый, наверное, способ. Но он изначально дорогой. Вы платите за два окружения. То есть у вас есть текущая среда с кучей окружений, и вам нужно продублировать как минимум там какую-то часть, которая будет унифицирована, и потом из темплитов один за одним ее заменят. Дима помнит, мы вместе работали на одном проекте, как у нас была идея, чтобы написать один темплит для проекта одного, и с него, и на только с него, с одинаковыми образами, совсем одинаковым, поподнимать его на, то есть, уже посоздавать окружение, чтобы они были унифицированы. Насколько везде был фарш. Вот. И да, это тоже до конца нормально не работало, к сожалению. Время. Еще вопросы, ребят. Очень жду.